Антон Емельянов, Сергей Савинов Царь зверей. Книга 4. Последний оплот земли Пролог Если вы считаете, что сказать правду – это самый лучший способ решить проблему, то вам явно не хватает жизненного опыта. Когда я стоял и вещал нескольким тысячам игроков всю правду о G, я казался себе чертовски крутым. Затем, когда я следил в сети за распространением информации, начал гордиться еще больше. А потом… Потом я столкнулся с последствиями. Борис и Паша ушли из отряда. Оказалось, что рассказывая правду об инопланетянах, я затронул пару наших общих историй, тем самым расторгнув соглашение о неразглашении со своей стороны. Паша поставил меня перед фактом, что уходит служить в патруль безопасности к Фионе. И что с ним случилось? Был же нормальный парень. А Борис вообще просто взял и исчез. И что им не нравилось? Да, умирали они часто, но и квесты нам доставались вкусные. В итоге эти двое даже в плюсе оказались на пару уровней. Мари тоже. После того, как ее поразило проклятие Анатари, на связь так и не выходило. В игре, вижу, она есть, но молчит и на сообщения не отвечает. А вот Пушистик, наоборот, постоянно пишет. У него все время новые проекты по зарабатыванию денег. И меня он, похоже, принимает за талисман, приносящий ему удачу. Только вот теперь уже я не спешу соглашаться на новые авантюры. А Светка? Это вообще затесалось в ряды самых крутых правительственных шишек. И теперь ее клан, возрожденные, эдакий официальный представитель политической элиты планеты. Черт, меня дернул один раз сходить с ней на одну из первых встреч. Никогда не забуду того позора. Вроде бы уже через столько прошел. А тут вышел вперед рассказывать свое видение ситуации. Начал запинаться, во рту пересохло, язык и вовсе перестал двигаться. Я стою, от ужаса потею, а мне так снисходительно машут ручкой. Садись, мол, расслабься. Потом еще раз попробуешь. Вот только я ничего пробовать не стал. Выбрался из здания и убежал. Ну их, этих политиков. Тем более, уж очень мне тогда хотелось заняться своей новой собственностью. Резиденция на Криэле? Ладно. А вот космическая яхта меня очень сильно заинтересовала. Стертен. В переводе на русский «нежный зверь». И чем это интересно шакар на ней занималась? Только вот стоило мне начать выяснять, где же находится моя собственность, как пришло сообщение от Анатари. Не рекомендую забирать твою новую яхту. Мне, конечно, все равно. Но маленькая может расстроиться. Ты, кстати, можешь меня не послушать. Так вот, космос, в отличие от G, гораздо более опасное место. В общем, мне практически прямым текстом намекнули. Полезешь за яхтой – пострадаешь. И я предпочел этим советом воспользоваться. Заказал почтовую доставку. Ну как почтовую? Телепортом. Стоило это, конечно, несусветные полмиллиона кредитов. Но зато одна из последних моделей универсальных яхт теперь в моем полном распоряжении. И вот уже больше месяца я на ней развлекаюсь, летая по разным уголкам солнечной системы. Периодически возникает желание вернуться в G, но пока держусь. И все, чем оказалась забита эта красотка, мне немало помогает. Библиотека, полная эксклюзивной информации по G, огромный банный комплекс, вертки на зал, спортивные площадки, полигон, где я смог попробовать различные военные приспособления из расположенного рядом арсенала. Все, что надо, чтобы расслабиться после захвата целого мира. Хиба тем временем поселился на корабельной кухне. И следуя моему примеру, временно отказался от игры и радовал меня все новыми кулинарными шедеврами. А потом случилось два события, нарушивших размеренный уклад моей жизни. Сначала на границе солнечной системы, прямо за полем защитного артефакта, я увидел огромный космический флот. Судя по обводам и информации из сети, все корабли были постройкой реки Нитена. И огромный, километрового диаметра шары авианосцы, и вытянутые, похожие на сигаретный блок крейсеры, и линкоры, чьи орудия, создается ощущение, при желании могли бы погасить целую звезду. Мой кораблик на их фоне выглядел жалкой букашкой. Да и похож он, если честно, немного на такого приплюснутого жука с корабея. И пусть в этот момент я четко осознавал, что сделать они ничего не могут, но с другой стороны, в любой момент что-то может пойти не так, и Земля окажется беззащитна. Все эти патрули, все это внимание, сосредоточенное на виртуальности, все может оказаться бесполезным. Да, я понимаю Светку, которая уверена, что у нас есть в запасе не меньше сотни лет, а за это время можно настолько усилиться в G, что это позволит нивелировать угрозу в реальности. Я даже не вникал в детали, что она предлагала. То ли наемники, то ли договор с одним из древних, то ли вообще угроза уничтожения планеты противников G. Но есть ли у нас подстраховка именно здесь и сейчас? Тем не менее, я почти убедил себя, что все будет хорошо. Но потом услышал новости про открытые границы во французском кластере, и все страхи, усиленно загоняемые внутрь, распахнув дверь в мой мозг ударом ноги, ворвались обратно. К черту безделие! К черту все будет хорошо! К черту они и без меня справятся! Как минимум до французов я доберусь и посмотрю, что там у них происходит. Хиба, я в G, мы возвращаемся! Да, господин! Мне показалось, или он довольно улыбнулся. Вход! Глава первая. Кривые дорожки. А ведь мне не хватало этого ощущения силы и свободы. Казалось, стоило мне зайти в G, как эти чувства переполнили меня. Так, я все-таки сюда не за этим пришел. Достаю телепорт и выбираю точку назначения. Тарифолк. Это еще наш кластер, но до французов от него не дольше пары часов, если пробежаться. Или четырех, если идти не спеша. Что ж, вперед. Заодно посмотрим, как там патрули безопасности работают. Столько слышал о них, но еще ни разу не доводилось сталкиваться. Во всех направлениях уже привычно устремились серые хвостатые разведчики. А я не спеша двинулся по дороге, размышляя о том, что делать дальше. С одной стороны, надо заняться своим классом шпиона. Тем более, что за последний месяц я разобрался, где и как найти учителя. С другой, можно попробовать заняться разведкой демонических территорий. Благо и тут я постарался. И метко готова в любой момент меня туда перенести. Или вообще, засесть до прокачку, не отвлекаясь на всякие благородные порывы. Уж очень надоело быть слабым. Хочется всегда иметь силу ответить ударом на удар. В плане повышения уровней мог бы помочь Эпик. Получить за победу в одном единственном бою 10 уровней – это круто. Вот только и потерять столько же очень не хочется. А риск есть. Так и не придя к какому-то определенному выводу и продолжая вертеть в голове то одну, то другую мысль, я добрался до границы. Прямо перед пограничным столбом кластера группа из шести красных игроков-убийц загнала в угол одиночку и сейчас о чем-то усиленно его допрашивала. На секунду появилось желание вмешаться и тут же пропало. Зачем? Я пришел сюда с другой целью. Сделаю все и уйду. А уж если они сами захотят со мной пообщаться, что ж, это будет только их неправильный выбор. Стоп. Только сейчас я обратил внимание на одинаковую форму шестерки гопников. Как я их про себя крестил. И в этот момент все стало на свои места. Но кто еще может здесь так себя вести? Только патруль безопасности. А покрашенные имена тоже вполне объяснимы. Если они взялись за изведения инопланетян, то уверен, отсутствие атак со стороны пришельцев патрульных никогда бы не остановило. Вспомнил, даже читал про это. Какой-то клан решил воспользоваться ситуацией и выбить с плеер-киллеров немного вещей. Так их не то, что в игре, их в реальности нашли сотрудники правоохранительных органов и доходчиво объяснили, что так поступать не стоит. После этой истории патрули начали называть неприкасаемыми. Общественное мнение возвело их в ранг героев, а пара девочек в сети даже посвятила защитникам планеты несколько неуклюжих четверостишей. — А ну стой! — резкий прокуренный голос народного кумира вывел меня из задумчивости. — Второй! Проверь его! Даже интересно стало. А как они могут проверить, кто перед ними? Пришелец или коренной землянин? — Пей! Передо мной стоял совсем мелкий пацан с какими-то выцвешенными глазами и протягивал мне ампулу с полицейским зельем. Даже интересно. А какая от этого может быть польза? — Логи только не забудь открыть! — А вот теперь все стало ясно. Если на тебе уже есть какой-то эффект, при использовании полицейского зелья в логах появится слово «повторно». И все. Можно вязать человека. Кстати, можно сказать, повезло. Учитывая, как я спешил, облик сменить не успел. Так что претензий ко мне не было. И мне махнули рукой, разрешая двигаться дальше. — Не знаю, что ты забыл у лягушатников, но будь осторожнее. Там этого отродья на каждом шагу теперь. Допутствовали меня напоследок. И в этот момент я увидел его. Солонима. Нет, всего лишь показалось. За спинами патрульных была видна сжавшаяся в комок фигура маленького обезьяна. Он же еще ребенок. Это я сказал. И с каких пор меня начали волновать такие мелочи? Или это антураж так сработал? Злые, грязные мужики, вылитые разбойники с одной стороны и с другой беззащитный малыш. Ты что, из этих? Ксенофилов? Чего? Стражам правопорядка в очередной раз удалось выбить меня из калии. Ксеноэквэлов, а не ксенофилов. Один из более взрослых членов отряда поправил проверявшего меня парня. Первые это те, кто за равные права с пришельцами. А вторые, эти их просто любят. И знаешь, от них как-то проблем даже меньше. Пока я слушал этот сюрреалистический разговор, еще один из патрульных повернулся в мою сторону, открывая обзор. И я увидел имя обезьяна. Зирт Тахота. Уровень 28. И все это написано красными буквами. Похожий на безобидного детеныша, он им точно не был. Как минимум, один труп у него на совести есть. Да уж, в джинне стоит расслабляться. Очень быстро случается что-то, хватающее тебя за шкирку, а потом с чувством, толком и расстановкой, макающая тебя во всю правду жизни. Мысль о том, случайно или нет встреча с представителем клана Слонима, я старался гнать от себя. Александр Носков. Василий Сомов. Я тоже прочитал имя заговорившего со мной человека. Судя по тому, как сразу остановились все патрульные, он у них лидер. Раз уж ты нам попался, пусть эта встреча станет для тебя уроком. Неужели они все-таки решили напасть? Не надо сверкать глазами, никто тебя не тронет. Тут же отреагировал Василий. Я про другое. Вот сейчас ты шел и увидел группу с красными никами, обижающую маленького безобидного пришельца. Не смотри на внешность, не жди красивую картинку. Это не рыцарские игры, это война, и не надо стыдиться за ее внешний вид. Он практически кричал. А я тут же представил, сколько игроков уже проходили мимо в таких ситуациях, и что патрульным пришлось от них выслушать. Ведь даже я, несмотря на весь опыт G, сначала посмотрел именно на антураж ситуации. «Этот милый пушистик не просто так к нам пришел». Тем временем капитан патруля добрался до истории Зирта. «Он залез в локацию мелких уровней, поймал игрока и начал его аккуратно заживо поедать. Сейчас уверяет, что это просто квест такой, ничего личного. У меня вот квеста нет, но я с ним миндальничать не собираюсь. Это задание я себе выдам сам. Ничего личного». «Сам себе выдал квест». Голос маленького обезьяны прозвучал как гром среди ясного неба. «Сколько пафоса, человек! Что ж, тогда я тоже попробую пойти по твоему пути. Александр Носков, убей их всех, и я заплачу тебе 10 тысяч кредитов». «Если перевести на наши, то получается 50 тысяч долларов. Будь у меня цель заработать, можно было бы и взяться. Кстати, интересно, почему он решил, что я смогу справиться с патрульными? Неужели узнал, ведь уровень скрыл в настройках, так что ни ему, ни другим игрокам, по идее, его нельзя увидеть? Или я чего-то не знаю? Впрочем, стоило сосредоточиться на вопросе, как тут же появилось решение. Моя броня. Земляне пока не разбираются в видах защитного и атакующего снаряжения, а вот мелкий представитель клана Тахота сразу сообразил, что раньше 50-го ее не надеть, а значит, я и спасти его могу, при желании. Вот только его нет. Василий, а если эти пришельцы так по-варовски себя ведут? Вопрос Зирта я просто проигнорировал. Почему французы не выкинут их из своего сектора? Кто же захочет жить с такими соседями? Дождешься от них. Сразу несколько патрульных при упоминании наших соседей сплюнули. Да и эти не так просты. На территории Франции они ведут себя очень даже интеллигентно и прилично, а для всех непотребств бегают к нам. Эх, будь моя воля, с какой же радостью я бы прогулялся на ту сторону границы с парой сотен своих бойцов. Да уж, после встречи со старшим Тахотой у меня было такое же желание пройтись огнем и мечом помераху. Кстати, если между ними столько общего, есть очень большая вероятность, что и этот малец тут не один. Фантомы мышей, до этого мирно копошащиеся в отдалении, перешли в боевой режим и начали активно курсировать вокруг меня, потихоньку расширяя радиус контролируемого пространства, и если рядом кто и будет, незамеченным им не подобраться. Ладно, парень, раз уж ты не собираешься уходить, тогда смотри и запоминай, как надо поступать с захватчиками. Выговорившись и при этом явно почувствовав понимание с моей стороны, капитан патрульных успокоился и решил вернуться к служебным обязанностям. Леня, готов? Лекарь отряда, единственный, кто смотрелся не очень воинственно и, пожалуй, даже распространял волны спокойствия, сосредоточенно кивнул. Меч Василия засветился красным, взмах, отрезанная рука зирта покатилась по земле и тут же лекарь восстановил жизни обезьяны до самого верха. Сто процентов хп, а руки как не бывало. Пользуясь тем, что после проверки никто не отключил общий доступ к логам, я начал внимательно изучать их, стараясь разобраться, что же произошло. Игрок Василий Сомов использует навык незаживающая рана. Игроку зирта охота нанесена незаживающая рана, длительность полсекунды. Игрок Леонид Анатольевич Осмин восстанавливает игроку зирта охота 218 жизней. Вот, собственно, и всё стало на свои места. Один наносит рану, пусть с очень коротким, но неизлечимым эффектом, другой быстро лечит, в итоге до перерождения текущее состояние тела будет считаться базовым. А ведь так можно вообще всех конечностей лишить. И главное, обезьяну даже из игры не выйти. Описание висящего на нём эффекта пленника чётко давало это понять. «Эх, жалко, что отрезать можно не больше 20% тела!» с сожалением протянул Василий. «А так бы обкромсать тебя, а потом закинуть куда-нибудь в таком виде да забыть!» «Ну, даже так!» не согласился доктор. «Возрождённые придумали очень интересную технологию. И пусть что бы мы ни делали, Джи через сутки его отсюда выкинет, но я же вижу, как психологически они ломаются». «Да, видеть как тот, кто сделал тебе подлость, начинает в этом раскаиваться бесценно. А вот то, что эту технологию распространяет новый клан, созданный Светкой, пожалуй, стоит взять на заметку. Она, как обычно, не сидит на месте, но и у меня появились новые возможности, которых, судя по всему, никто очень и очень давно не видел». «Призвать технику». Как-то сама собой появилась мысль испытать один из этих навыков. Отрезанная руками рахца растаяла в воздухе и оказалась рядом со мной. Недолго думая, подхватываю её, и пока никто не видит, прячу в инвентарь. Получен предмет рукозирта. Назначение неизвестно. И зачем я это сделал? Хотя главное тут другое. Как я и думал, мои новые способности призыва имеют более широкое применение, чем мне изначально казалось. Призыв техники с его помощью можно управлять не только устройствами, но и любой неживой материей. Теперь остаётся только разобраться, что из всего меня окружающего является чьим-то, что я призвать не могу, а что ничьим, а значит, может быть использовано. Фантом луговой мыши уничтожен. А вот похоже к нам кто-то решил присоединиться. Судя по отметке на карте и месту расположения уничтоженного передового отряда моих длиннохвостых разведчиков, меньше чем через минуту они будут здесь. У нас гости. Взвесив все за и против, решил предупредить я патрульных. Глава вторая Кредо Ассасинов Зарвавшийся над нашими головами фаербол заставил меня инстинктивно пригнуться. И вовремя. Лучи сразу нескольких бластеров прошили Василию грудь, лишив почти половины жизней. Надо отдать патрульным должное. Перегруппировались они практически мгновенно, рассредоточившись в редкую цепь. Теперь у них был достаточно широкий общий угол обзора, позволяющий контролировать обстановку. Хотя бы на первое время. Нападавшие появились буквально у нас под носом, только сейчас. Явно использовали мощное зелье невидимости. Кто это был, понять было сложно, так как фигуры, на первый взгляд вполне похожие на человеческие, скрывались под широкими темно-зелеными плащами, а лица были укутаны плотной тканью. Видны были только узкие щелочки глаз. Но рассмотреть их в пылу сражения было практически нереально. Целитель Леонид быстро восстановил лидеру патрульных потерянное здоровье, и тот с громким криком бросился на одного из нападавших. Было их не меньше десятка, каждый вооружен бластером простой, но надежной конструкции и длинным кривым ножом. Призвав лечебного дроида и кучу сфинксов фантомов, я решил отступить. Все-таки рисковать ради неизвестных дозорных в мои планы точно не входило. «Носков!» грубо крикнул Василий, которого теснила фигура Сразу двое нападавших прикончили мелкого, который проверял меня полицейским зельем. Убийцы работали хладнокровно и методично. Убедившись, что парнишка упал и больше не встает, они молча развернулись и пошли на целителя. Остальные в этот момент отправили на отдых сразу трех патрульных. Мои коты бросились под ноги нападавшим, но те, казалось, были готовы и к этому. Спустя секунду замешательства убийцы распылили в воздухе какую-то смесь, которая буквально разъела моих зверюшек. Такого я еще ни разу не видел. Странно, но на меня самого они почему-то и не думали нападать. «Александр!» Тихо, но настойчиво позвали меня. Убийцы в зеленом расправились с хилером и теперь окружили Василия, который грязно ругался в мой адрес и сыпал угрозами найти меня в реальности. «Александр!» вновь послышался настойчивый голос и оглянулся. Это был однорукий тохота. Маленький обезьян смотрел на меня из-под лобья. «Это за мной. Прикроешь меня, и я перечислю тебе пять тысяч кредитов». Происходящее было более чем странным. Неизвестные напали на российских дозорных, чтобы отбить у них мирахца, но при этом не для того, чтобы спасти, а чтобы прикончить, если я правильно понял маленькую мартышку. «Шесть», сказал Зирт. «Ну хорошо, восемь». «Десять», твердо сказал я. «Пусть мне и стало интересно, что тут творится, но показывать свою заинтересованность как-то не хочется. Да и предлагал же он раньше десять тысяч, вот пусть их и платит». В этот момент Василию вскрыли горло лезвием ножа, и полоска его жизни обнулилась. На самом деле жалко патрульных. Пусть это только игра, но для них-то все вокруг уже похоже превратилось в реальность. А ведь я начинаю жалеть, что не вступил в бой сразу и позволил им умереть. Похоже, вот она основная причина, почему согласился помочь этому маленькому людоеду. Захотелось не дать этим ниндзе завершить начатое, а там можно и с обезьяном будет довести дело до конца. «Договорились», согласился Тахота. Его голос дрогнул, глазки забегали. Убийцы в плащах разобрались с дозорными, не потеряв никого из своих и теперь уверенным шагом двинулись в сторону Зирта. После смерти Василия обезьян потерял статус пленника и теперь свободно мог убежать или того проще сделать релок. Однако он достал из винтаря какой-то чудовищный арбалет и открыл огонь по наступавшим фигурам. Я же призвал таинственного зверя и расчехлил лучевой пулемет Арси. Выстрелы Зирта практически не носили врагам ощутимого урона, зато огонь моего лучмета практически сразу снес троих кубарем покатившихся по земле в попытках сбросить пламя с моментально вспыхнувших тел. Вот что разница в уровнях делает. Василиска обратил в камень одного из врагов, попытавшихся выстрелить в меня, затем еще и еще одного. Увидев, как стремительно тают их ряды, убийцы в зеленом стали отходить. Один из них упал, потеряв все жизни, двое других тут же подхватили его и оттащили подальше от поля боя. Оставшийся в это время старался прикрыть отступление. Вот только с учетом того, что мои выстрелы выносили их с одного попадания, несмотря на какие-то защитные техники, которые они пробовали время от времени применить, выглядело это даже не глупо, бессмысленно. Те, кого Василиска обратил в камень, по очереди очнулись и тут же присоединились к своим погибшим коллегам. Попасть в замершую фигуру я могу со стопроцентной гарантией. Неожиданно над головой пролетела платформа, похожая на ту, что использовал печеный градус на Альтеи. Управляла ей такая же фигура в зеленом плаще с капюшоном и с закрытым лицом. Последние оставшиеся в живых враги уже не стреляли, а бежали к своему транспорту, который приземлился неподалеку, на французской территории. Так как я не стал их преследовать, им удалось погрузить тело убитого товарища на платформу, после чего она взмыла в воздух, своем набирая скорость, и взяла курс на запад. «Это что еще было?» растеряно произнес я. «Покушение на убийство», буркнул маленький обезьян. «Все, как и договаривались, десять тысяч кредитов». «Игрок зертохота перевел на ваш счет десять тысяч кредитов», подтвердило системное сообщение. «И спасибо», выдавил из себя Мерахиц. «С моим уровнем я бы не отбился». «Вот только стоило ли оно того?» крутилась в голове мысль, а руки не спешили убирать лучемет в инвентарь. Хоть и не похож этот зирт на существо, которое будет кого-то есть, но что я о нем знаю? Пожалуй, все-таки доведу до конца дело патрульных, хотя бы из банального уважения к ним. Но пока я размышлял, обезьян уже успел скрыться в портале. Что ж, значит, не судьба, решил я и задумался теперь уже нападавших. Эти существа в зеленых плащах, хоть и моментально умирали, все же наносили урон на хорошем уровне, так что при желании могли бы меня и уничтожить, особенно если бы не бросились бежать, да еще если бы их сообщник на платформе сразу же включился в бой. Преимущество в высоте сделало бы меня гораздо более уязвимым. При этом стал очевидным еще один факт. Они сперва и вовсе не пытались меня атаковать. Убили патрульных, чтобы освободить Тахоту и забрать его с собой. Забрать или все же убить? Необычно, кстати, что они прихватили с собой тело одного из погибших игроков. Сделано это было явно для того, чтобы никто не попытался собрать с него дроб. Видимо, этому зеленому ассасину было что скрывать. Однако, черт с ними с ассасинами. Только сейчас до меня дошло, что с патрульными я поступил все же нехорошо. Понятно, что они мне никто и ступаться за них, участвуя в чужих разборках, было бы не очень благоразумно. С другой стороны, они были людьми, а нападавшие инопланетчиками, пусть и охотящимися за юным Тахотой. Неужели чужие расы и вправду стали мне ближе, чем земляне? Все-таки зирт жрал людей. Что-то пошло не так, Александр. Что-то явно пошло не так. Прервав собственные размышления, я решил, что оставаться здесь и дальше просто опасно. Я шел к французам. Так чего же медлю? Сделанного не воротишь, а вот исправить ошибки при случае запросто. Быстрым шагом я пересек условную границу игровых ареалов и направился к желтоватой дороге, уходящей за горизонт. Игроков-новичков обычно поначалу удивляет такое странное расположение игровых ареалов, в конце концов никогда в истории российско-французской границы. А потом, более пристально изучив виртуальную карту земли и посидев вечерок над полезными статьями, они понимали систему. Стыдно признаться, но даже я сам все эти годы игры не особо задумывался над такими казалось бы незначительными, но на самом деле немаловажными вещами. В G не было России, Германии, Франции, США и любых других стран. Были только кластеры, копирующие стереотипную культуру, западноевропейскую, арабскую, дальневосточную и многие другие. Именно поэтому города в стартовой локации назывались Соренфел, Ларенхоу, а не, скажем, Дремучинск или Китяжград. А после Большого Откровения, как в прессе назвали знакомство землян с истинной природой G, сильные государства стали создавать виртуальные протектораты. Не думаю, что древние создатели игры предусматривали подобную систему, но с другой стороны, никаких правил подобная инициатива не нарушала. Вот только если раньше границ в земном ареале игры не было как таковых, с недавнего времени наш виртуальный мир стал сильнее напоминать реальный, правда, с очень нехорошей стороны. Биография в земном ареале, вопреки ожиданиям игроков, совершенно не совпадала с оффлайн-землей. Поэтому, когда начали создаваться протектораты, виртуальная политическая карта G стала напинать лоскутное одеяло с самыми немыслимыми сочетаниями. К примеру, Германия ограничила посуху с Британской империей. Да-да, англичане решили таки взять реванш, а Россия с французской виртуальной республикой. Вскоре передо мной показалось небольшое поселение под названием Мидельхейн. Снова, по иронии судьбы, ничего общего с классической Францией. Здание ратуши, оружейное, магазин, несколько ферм и тир. Но на маленькой городской площади велась бойкая торговля. Игроки менялись доспехами, зельями, спекулировали на ресурсах или же предлагали свои услуги по прохождению квестов. «Мари, я в Мидельхейме. Может, встретимся, поговорим?» Написал я француженке на удачу, однако ответом вновь было молчание. Хотя рыжая некромантка по-прежнему находилась в игре. Грустно, сказать по правде, ведь вся моя команда рассыпалась как Советский Союз в прошлом веке. Я понимал, что действовать в одиночку значительно проще в отдельных моментах, но в целом все равно как-то обидно, да и польза от моих компаньонов порой была. «Эй, бро!» отвлек меня от невеселых мыслей темнокожий парнишка, явный выходец из стран Африки. «Марсель Галемар». Прочитал я его ник и понял, что от многого земного отвык, пока жил на орбите Мираха и играл в чужих ареалах. «Привет!» энергично замахал он рукой. «Зелье невидимости интересует? Есть неплохое полицейское зелье, в два раза дешевле, чем в лавке, и минимум в полтора, чем на Ауке. Спасибо, нет!» Я отрицательно покачал головой. «Оружие?» не отставал «Марсель». «Доспехи?» Я натянуто улыбнулся и вновь покачал головой, решительно двинувшись мимо навязчивого француза. «Эй! Эй! Эй!» как-то не очень вежливо окликнул меня Марсель. «Пст!» Вот это последнее «Пст!» меня и вывело из себя. Не зная, что именно я собирался сделать, но тот успел примирительно выставить вперед руки. «Проходка в чужой ареал?» с надеждой спросил Марсель. «А вот это уже интересно», отметил я про себя и белозубый спекулянт тут же довольно улыбнулся, понимая, что зацепил. «Можно подробнее?» «Раз интересно, надо узнать детали». Марсель продолжал сиять, как начищенный медный таз. Сделав эффектную, по его мнению, паузу, он многозначительно поднял указательный палец вверх. «Ты же наверняка знаешь, что в нашей республике часто бывают гости оттуда!» Я сейчас меня ждет заготовленная и полная штампов рекламная речь. «Скажи, бро, ведь наверняка же хотелось бы побывать где-нибудь на чужой планете!» Проникновенно жестикулируя и строя умилительные гримасы, спросил Марсель. «Боже мой, да ему бы играть в голливудских блокбастерах!» Меня так и подмывало утереть ему нос, сообщив, что чужих планет я видел побольше, чем он. Но нельзя, надо держать себя в руках. «Смотри!» Продолжал удивлять меня темнокожий француз. «Есть в мирах, там живут человекообразные обезьяны, ты только представь себе!» Я изобразил изумление, чтобы Марсель как можно быстрее перешел к новому секрету Пали Шинеля и рассказал бы мне, к примеру, об Альдрак строении. «А еще есть миры, где живут котята!» «Надо же, не угадал!» «Хе-хе-хе! Чувак, ты уж, наверное, решил, что там можно склеить девчонку с няшными ушками, как в аниме!» Марсель закатился добродушным, но каким-то фальшивым, явно отработанным смехом. «Он меня уже порядком раздражал, этот предприимчивый француз, но продолжать разговор было необходимо. Выяснилось, что в этом кластере не только рады гостям из других миров, но еще и приторговывают путешествием в иные ареалы, и разумеется, сами инопланетчики тоже с этим наверняка связаны». Я кисло улыбнулся в ответ, изображая, будто оценил шутку Марселя. «Нет, Мунами, ты бы видел этих вовсе не сексуальных кисок», француз покачал головой. «Они страшны, как тигры, пантеры и ягуары вместе взятые, но они очень радушно принимают гостей с земли. А что еще есть?» спросил я, притворяясь заинтересованным. «Значит, Мирах с землянами допуском к своим игровым зонам. Интересно, кто же еще?» «Если ты ищешь красивую девчонку, то это возможно лишь здесь, на земле», серьезно сказал Марсель. И снова закатился смехом, будто удачно пошутил. «Я серьезно, Ами, не ищи среди инопланетянок подружку». И он снисходительно похлопал меня рукой по плечу. «А вот поиграть с ними стоит, уверяю тебя». «Сколько стоит поиграть в ареале Мираха?» спросил я, выбрав родину Солонима без всякого умысла, просто чтобы узнать цену. «Обычно берут от десяти тысяч», посерьезнее сказал Марсель. «Но для тебя, Монами, я могу попросить скидку. Правда, за это придется взять с собой еще одного игрока. Точнее, это он тебя возьмет, а ты просто немного компенсируешь ему расходы». Француз многозначительно помолчал, испытывая мое терпение. «Две тысячи долларов», наконец, сказал он. «И ты качаешься на мирахе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова